Родители пытаются доказать вину водителя, насмерть сбившего их сына. Трагедия произошла еще 21 сентября. В селе Холодная Балка машина наехала на женщину с коляской. Сельчане говорят, человек за рулем был изрядно пьян. Люди едва не устроили самосуд, отбили водителя-правоохранителя. Но уже в день похорон ребенка мужчину увидели на свободе. Ему изменили меру пресечения на домашний арест. Из Холодной Балки репортаж Анны Городенцевой. Я его бабушкой очень полюбила. Моя солнышко. Плюшевые зайцы и полный двор игрушечных машинок. Здесь все напоминает об их Игоре. В тот день малышу исполнилось год и девять. Обычная прогулка закончилась трагедией. Мне не сказали, что ребенок сразу погиб на месте. А когда держала его на руках, долгое время врачи бегали и не понимали, что они бегают и ничего мне не могут сказать. В том, когда он уже лежал холодный, уже холодеть начало, потрогала пульс, а он не дышит. Все случилось здесь, на узкой дороге. Для полной картины не хватает разросшейся вишни. Несколько дней назад дерево сперили коммунальщики. Именно его вдоль проезжей части обходила женщина с коляской, когда в них влетело авто. Сельчане говорят, всего за полчаса до трагедии тот самый водитель едва держался на ногах. Он бурно праздновал свой день рождения. Я шел было за столе в гараже у Александра этого, товарища его. Он тут разворачивался. Я так понял, что оттуда ехал с гаража вниз. Разворачивался, чуть альфатор, по-моему, не сбил. И возле проходной санатория машина тоже чуть не въехал. Ну, как мужики объяснили, что полностью не в адеквате. По словам очевидцев, именно друг Александр и усадил пьяного товарища за руль. Но сам Александр все отрицает. Говорит, как найти его друга, не знает. Он в городе живет, откуда я могу узнать. Он же оказался в холодной балке. Он работает на маршруте, на 51 маршруте. А откуда вы знаете, где он был? Зато сельчане видели мужчину в селе еще несколько раз после трагедии. И даже в день похорон. Он ехал на мотоцикле на Ницк-Климану. По тому месту происшествия я вообще не понимаю такого пожизненного. Почему, на каком основании он вообще может ходить тут, ездить. Куда дивится милиция, правоохранение, сельские, ну вообще, куда это все дивится, я не понимаю. Водителя выпустили из СИЗО всего через несколько дней. Ему изменили меру пресечения на домашний арест. Сейчас продолжается следствие. Сейчас идет следствие, узналивается, кто виноват, в какой степени. И водитель принесет наказание. Ехал на превышенной скорости данный гражданин. Он не справился с управлением и совершил наезд. Родители погибшего мальчика говорят, отсюда водитель пытался откупиться. Предлагал им немалые суммы денег. Они боятся, что мужчина не понесет наказание за содеянное. Этот человек бывший сотрудник органов. То есть у него достаточно связи, чтобы избежать наказания. Товарищ, который с ним, они непосредственно сидели у этого человека в гараже, с которым они выпивали, праздновали его день рождения. Он подъезжал, он и звонил мне в этот же вечер. Предлагал там деньги, говорил, сколько надо, столько там дадут, сколько заплатят. Репортеру не удалось связаться с водителем, который насмерть сбил ребенка. Но мы готовы предоставить возможность выступить второй стороне. Тем временем на могиле Игоря появились свежие цветы. Его родные приходят сюда каждый день.